я вас приветствую дорогие мои друзья хочу вас пригласить сегодня на мой мастер-класс вместе со мной пошить вот такого скандинавского гнома рост этого гнома где-то около 30 сантиметров и выше смотря какой у вас получится хвостик по длине достаточно большой этот гномик и если кому интересен такой мастер-класс добро пожаловать присоединяемся и будем вместе заниматься красотой и так для создания нашего гномика вам понадобится выкройка выкройку вы найдете внизу под видео там будет ссылочка на нее и вся информация как ее можно приобрести второе вам понадобится два вида ткани моем случае это флиз белый и голубой размеры этих кусочков такие 33 сантиметра по длине и 50 сантиметров по ширине это белая ткань голубую ткань мы берем 33 сантиметров по длине и 40 сантиметров по ширине третье вам понадобится мех мех я буду использовать вот такой лохматый после причесывания он приобретет вот такую красивую структуру и для того чтобы причесать мех я буду использовать вот такой гребешок давайте я вам покажу мех как он выглядит здесь трикотажная основа и длинный ворс в общем вы подбираете в магазине этот мех который у вас будет и по размеру вам нужно 12 сантиметров по длине и 7 сантиметров по ширине такой небольшой кусочек четвертое нам нужен вот такой картон плотный называется он пивной картон обычно его используют в блокнотах мы из него будем вырезать вот такую круглая донышко картон естественно ножнички у меня еще вот такой зажим для выворачивания и наполнения деталей лица два кусочка вот такой проволочки по 15 сантиметров чем обрезать проволочку кусачки понадобятся нитки также вам понадобится кусочек вот такого синтепона это нужно для того чтобы мы могли обмотать проволочку и карандаш желательно заточенной и лечка тоже конечно же нам пригодится и еще самое интересное это вам понадобится вот такой валик мы им будем чистить гномик и так для декора нам понадобится три разных вида ткани маленькими кусочками один кусочек у нас 8 на 8 второй кусочек у нас 7 на 7 и третий кусочек у нас 6 на 6 вам нужны какие-то красивые элементы в виде шишек вот такие пушистые шарики такие мягкие и какие-нибудь листики или веточки нам нужен еще конечно же колокольчик и вот пубинцы и обычная просто ниточка для вязания для декора наших варежек а еще самое главное вам нужен кусочек капроновых колготок бежевого цвета абсолютно небольшой сантиметров 10 на 10 еще нам понадобится вот такая синельная проволочка для нашей шапочки еще нам нужен пушистый и мягкий холопапер или синтепон ну я люблю больше вот такие гранулы чем мельче гранулы тем будет приятнее с этим работать итак приступим начинаем выкраивать нашего гномика берем голубую ткань складываем ее лицевой стороной вовнутрь у нас появляется сгиб на выкройке у нас написано сгиб ткани мы прикладываем сгиб ткани к сгибу и обводим мелком нашу выкройку после чего мы ее вырезаем по контуру теперь я хочу вам показать как мы обводим карандашом выкройку нашей варежки мы кладем водолевой и карандашом обводим или же можно если получится тонкая линия можно обвести мелком но у меня к сожалению не получается такая линия так как немножко варсовая ткань я беру карандашик ставлю точечку начало строчки и тонко обвожу контур здесь обязательно тоже ставлю точечку начало и конец обводим то же самое дело с этой стороны так карандаш не сильно жирный то есть он не мягкий у нас не будет следов с лицевой стороны и вверх мы еще не провели вот так как вы видите вот так контур строчку мы будем прокладывать сейчас я вам покажу делаем закрепку идем по контуру и вот здесь вот здесь вам нужно обязательно сделать один стежок надеюсь вам видно вот один стежок в сторону мы могли потом сделать рассечку на пальчики и пока контуру дальше и сделать обязательно строчку я это вам все показала чтобы сократить наше время на всю выкройку соответственно мы вырезаем из белой ткани все детали по контуру мы обвели и нарисовали а ручку мы точно также рисуем как и нашу варежку сначала нарисовали прошили строчкой по контуру и после этого мы ее вырезали только так все большие детали мы делаем вырезаем сшиваем этим и сначала сшиваем а потом вырезаем надеюсь вам понятно перед тем как вывернуть напоминаю и вот здесь делаем надсечку не доходя до строчки после того как мы сделали на отсечку мы выворачиваем нашу рукавичку кстати это очень удобный зажим медицинский он имеет такие здесь зубчики очень удобно им и наполнять и выворачивать если у кого-то нет такого зажима возможно стоит его и приобрести очень удобно так вывернули нашу рукавичку вот такой на свете хороший получился пальчик где одну ручку уже сшила хочу вам показать вот это нам должно быть вот такая красота то же самое мы делаем с нашей рукой мы вырезаем сшиваем вырезаем выворачиваем большие детали гнома мы сшиваем они у нас уже вырезанный мы их только сшиваем ручки мы делаем немножко по-другому вот такая выкройка вернее вид нашей уже сшитой ручки получился теперь приступаем к наполнению но перед тем как наполнить нам нужно взять проволочку и кусочек вот такого синтепона нам нужно будет сейчас проволочку обмотать в этот синтепон я буду при помощи клея или фиксировать затем на клей кристалл он прозрачный и под уголком мы приклеиваем наш синтепон приступаем к наполнению сначала мы проталкиваем часть наполнителя сам краешек после чего мы вставляем до самого упора нашу проволочку теперь вокруг проволочки нам нужно наполнить наполнителем аккуратненько равномерненько такой процесс не очень быстро при помощи вот этого зажима это достаточно легко сделать лишнее мы отрезаем вот мы берем нашу ручку вернее варежку только один пальчик мы наполняем плотненько вот смотрите наполнили теперь мы вставляем нашу ручку как у нас есть форма руки обязательно не забываем об этом смотрите соответственно мы вот так вставляем ручку надеваем нашу варежку на нашу ручку до упора вот так у нас получается теперь нам нужно подвернуть варежку мы берем и подворачиваем делаем где-то сантиметра полтора у нас там подворотик помогаем себе или палочкой или каким-то пинцетом проверяем обязательно симметрию наших ручек если надо подтянуть мы берем и подтягиваем смотрите мы можем проложить строчку иголочкой я буду использовать клей и при помощи клея клея кристалла я буду фиксировать нашу варежку к ручке для этого я сначала вот так его выворачиваем и вот здесь наносим тонкий такой контур клея по кругу и аккуратненько возвращаем нашу варежку на место подворотик аккуратно ручка у нас получается ручки готовы и так мы все детали сшили давайте посмотрим что у нас получилось вот наша шапочка мы сделали обязательно закрепки будем выворачивать ее так тело нашего гнома выглядит вот таким образом я сшивала на пол сантиметра от края по контуру тоже выворачиваем ничего не обрезаем ни уголки нам это сейчас не нужно выворачиваем и сейчас приступаем к наполнению и так наполняем их холофабером желательно он должен быть белого цвета и очень плотненько так вот ручками мы наполняем хорошо наполняем уголок и так продолжаем при помощи иголочки с ниточкой ниточку я взяла толстенькую в два слоя джинсовую ниточку мы будем прокладывать венометочную строчку отступаем пол сантиметра от края и по всей окружности мы прометываем после чего мы обязательно немножечко стянем наш нижний край стягиваем и не сосне не сильно вот так оставляем небольшое отверстие где-то вот приблизительно такого размера делаем закрепку вот так выглядит наша заготовка после наполнения как вы видите она достаточно плотная но чтобы было понятно насколько плотная я вам сейчас взвешу на весах сколько наполнителя нам понадобится для нашего гномика чтобы было понятно сколько все таки нужно холофабера ну 78 грамм около 80 грамм наполнителя вот эта плотность набивки надо я себя так контролирую очень удобно гномик наш отдыхает мы берем наше донышко которое мы уже соединили с картоном берем иголку с ниткой и и начинаем тоже делать наметочную строчку для того чтобы стянуть край донышко итак донышко у нас готово вот так она выглядит берем наше тельце и нам нужно соединить донышко с тельцем и при помощи клея кристалла я нанесу его по краю как вы помните ниточка у меня еще здесь есть я ее могу так как у нас была двойная я одну отрезаю чтобы одна у нас осталось и наше донышко мы соединяем все она сейчас буквально пару минут схватится мы начнем вот этой иголочкой с ниточкой пришивать донышко к нашему тельцу и так пришиваем наше донышко так как оно держится нам очень это будет в помощь мы берем вот так вот прижимаем двумя руками двумя пальчиками донышко к телу и иголочкой сначала мы заходим донышко параллельно заходим потом в тело не путаться и так же следующий стежок как бы буквой п и подтягиваем стежочки делаем где-то по пол сантиметра и так по всей окружности все можно закрепляться делаем закрепку и обязательно нитку выводим в тело вот выводим за нитку и так теперь мы из нашего меха вырежем бороду обязательно не забываем что борода у нас будет вниз ворсом мы берем выкройку поворачиваем нашу нашу ткань для бороды прикладываем лекало обводим карандашиком после этого будем вырезать вырезать я буду такими ножничками и со стороны изнанки мы подхватываем только трикотаж мы должны прочувствовать чтобы не захватить наши ворсинки снизу и небольшими такими шажочками мы режем прорезаем весь контур вырезаем по контуру вы видите как то есть мы не режем ворсинки стараемся как бы чисто один трикотаж и так будем делать носик нашего гнома покажу какой он у нас он у меня из колготок телесного цвета наполненным холофайбером для этого вам нужно будет еще взять кусочек старых колготок телесного цвета вот они мне бледно-бледно телесные практически белые мы наполняем холофайбером берем шарик холофайбера вот так вот уплотняем формируем шарик где-то приблизительно около четырех сантиметров скажем вот по длине он такой должен быть берем самые обычные ниточки и вот так вот закручиваем ниткой и эту нитку в конце мы отрываем вот такой у нас получается носик я его обрезаю и делаю еще один раз слой колготок то есть поверху выкладываю слой колготок просто обтягиваю первую пять ниточку и завязываю и отрезаю отрываем завязывать узелки не надо она держится очень хорошо и без завязок вот такой носик у нас получается мы его протонируем потом пудрой и у нас будет такой телесный хороший красивый носик теперь мы берем нашу бороду начинаем причесывать причесываем вот так у нас получается красивенько после этого мы должны с обратной стороны с изнаночки найти центр и от сверху отметить полтора сантиметра поставить точечку и сделать маленький разрезик буквально вот такую небольшую дырочку в эту дырочку мы будем вставлять наш носик теперь мы с этой стороны раздвигаем наш весь мех ищем нашу дырочку убираем все чтобы нам не мешало и при помощи вот я своих зажимов вы можете при помощи пинцета отсюда вам и заходим и вытягиваем наш весь хвостик наизнанку проверяем с этой стороны чтоб ничего нас не осталось все вот как вы видите практически сейчас еще вот здесь мы подберем все все вытягиваем проверяем контролируем наш носик чтоб он был не наискосок а вот так вот как нам надо и теперь с обратной стороны мы можем это пришить нитками или опять же воспользоваться клеем и приклеить итак борода у нас готова мы ее как вы видите уже расчесали сверху до дно сика мы разделили пополам и распределили в стороны аккуратненько красиво и теперь мы будем нашу бороду фиксировать к нашему гномику для этого нам нужно между швами определить серединку я это делаю при помощи линейки или сантиметра вот 11 где-то пять с половиной а от верхушки гнома вниз мы отбиваем отбиваем 9 сантиметров 9 сантиметров итак при помощи клея люблю я этот клей наш вам тоже рекомендуем пользоваться мы будем приклеивать краешки и обязательно носик тоже вот здесь промажем и обязательно носик тоже вот здесь промажем итак наши ручки уже готовы но перед тем чтобы чтобы их пришить нам нужно вот здесь делать фиксацию для этого я беру иголку с ниткой и вокруг нашей проволочки я несколько сделаю стежков как бы зафиксируя ткань и проволочку ручки нас уже готовы к пришиву еще раз мы проверяем симметричность и делаем по сантиметру от края такие меточки с одной стороны с внутренней стороны и с другой стороны по сантиметру теперь берем наша кельца и по 11 сантиметров мы отмеряем по нашим швам 11 сантиметров с одной стороны и с другой ставим точечку после чего мы берем большую иголку нитку в 4 сложения из внутренней стороны мы заводим нашу иголку выводим ее обратно после чего мы вводим иголку рядом возле нашей нашей метки и соответственно ее выводим на другую сторону теперь мы берем ручку и вводим иголку сначала с внутренней стороны руки выводим ее назад как бы огибая проволочку и возвращаемся в обратную сторону рядышком возле метки мы иголочкой входим иголочка выходит у нас с этой стороны рядом возле меточки после чего мы можем связать узелки или же еще раз пройтись туда-сюда это уже по желанию я буду просто связывать сначала я завязываю раз такой двойной узелок подтягиваю но не сильно чтобы они прижались к телу и достаточно плотно держались но не сильно вбивались в тело и второй узелок завязываем после чего я обязательно эти узелки проклею клеем ниточки мы прячем естественно в тело нашего гнома и обрезаем наши ручки готовы и так возвращаемся к нашей шапочки забыла я вам сказать что нам нужно зафиксировать проволочку мою на обратно выворачивая и обязательно должны сейчас эту проволочку мы пришить к краю нашей шапочки берем иголку с ниткой это можно сделать на машинке можно сделать это вручную и даже можно приклеить но мы будем пришивать смотрите проволочка нам сантиметров 15 нужно и вокруг таким движением вокруг шва обмёточным швом мы пришиваем нашу проволочку конце обязательно мы сделаем закрепку все ниточки обрезаем и вот здесь кончик мы немножечко обрежем лишнюю ткань буквально чуть-чуть выворачиваем нашу шапочку красиво делаем кончик так все у нас теперь красиво и внизу мы сейчас на сантиметра полтора мы прорисуем линию отмечаем полтора сантиметра мелом теперь мы по этой линии подворачиваем делаем наметочный шов но прежде чем одеть шапочку вам нужно этот край растянуть так чтобы он наша наметка не стягивала наш край потому что край нас должен быть эластичным мы его растягиваем хорошо причесываем нашего гнома чтобы наши все ворсинки лежали в том направлении в котором должны лежать так здесь у нас распределено на две части спинку определяем серединку у кого хороший глазомер тут может быть на глаз определить кому сложно можете промерить сантиметром шов мы будем совмещать с центром спинки одеваем и по центру нам нужно его зафиксировать иголочкой после чего мы переходим на лицевую сторону наша шапочка должна лечь на носик на ручке естественно вот все должны ворсинки быть ровненько и теперь мы должны это все зафиксировать этот подворотик нужно поднять вверх все ворсинки все что нам тут может мешать мы его причесываем и при помощи пистолетного клея мы клей будем наносить на вот этот край не с краю прям сверху а вот внутри тоненьким слоем мы наносим клей после чего мы аккуратненько подгиб наш отворачиваем и так вот ручками немножко массируем чтобы она все то склеилась и приклеилась и ждем когда остынет все то же самое мы делаем дальше убираем нашу здесь мы можем чуть чуть выше поднять булавочку чтобы отвернуть делаем клей тоненькой полосочкой наносим и опускаем наш подворотик естественно мы вот ручками помогаем ему приклеится все то же самое мы делаем с обратной стороны не забываем что ниточку нашу эту мы не приклеиваем наносите свободно мы ее потом уберем вокруг руки у нас тоже должно быть зафиксировано если вы немножко пропустили поднимите шапочку и нанесите клей аккуратно и все то же самое делаем с другой стороны мы убираем нашу нитку я закладываю складочки как мне хочется чтобы шапочка себя вела и пару делаю закрепочек вот здесь допустим вот здесь надо ее закрепить будет и обязательно нам нужно закрепить вот этот шов в двух местах и приступаем я беру большую иголку с ниткой вот здесь у нас будет украшение мы вводим сюда иголку и приступаем к фиксации здесь я выхожу и прям в эту же точку буквально я поднимаюсь например вверх убираю нашу иголочку снизу опять же я возвращаюсь прям в одну точку возвращаюсь например заднему шву зафиксируем и опять же возвращаемся в эту же точку вниз тоже в эту же точку мы возвращаемся и вот здесь можно в пару мест войти иголочкой и зафиксировать как бы складочку и возвращаемся обратно в нашу точку с которой начинали с этой стороны у меня будет декор я убираю иголки мне которые мешают подтягиваю и делаю узелок после чего мы еще будем укладывать нашу шапку хвостик так как уже вам понравится наш гномик почти готов готов к нашему украшению мы возьмем валик обязательно пройдемся по всему гному потому что наш мех он имеет свойство распространиться по всей нашей пушистой поверхности собираем весь весь мусор и отставляем его отдыхать после чего мы будем делать с вами вот эти красивые цветочки и так сейчас мы будем с вами делать вот такие цветочки вот и 2 сделала один у нас диаметр 8 сантиметров нужно заготовочка 2 на 7 сантиметров нужно заготовочка и 3 у нас 6 сантиметров нужно заготовочка сейчас я вам покажу как мы это будем делать иголочкой с ниточкой берем ниточку толстенькую Мы прометываем по краю круга и стягиваем ниточку. Берем холофайбер и наполняем. Стягиваем, слегка оставляем небольшую дырочку здесь, для того чтобы мы еще могли наполнять и делаем закрепку. Благодаря этим щипчикам, зажиму вернее, очень удобно наполнять такие тонкие места и маленькие. Распределяем наш холофайбер в эти все складочки. Теперь надо пронассажировать, чтобы сделать такой круг. И сейчас мы будем делать, делить на сектора. Входим с изнаночки в центр и делим на отсеки. По два раза на одном месте, смотрите, раз и второй раз. выходим именно в эту дырочку, в центральную точку. Поворачиваем, делаем с другой стороны. Подтягиваем и второй раз фиксируем. У нас как бы половинки появились. Теперь эти половинки делим можно на две части, то есть у нас будет четырех листик, или же на три части. У нас будет шести листик. Я буду делить на шесть. То есть три с одной стороны, три с другой стороны. Вот такой у нас цветочек получился. В эту серединку можно задекорировать, пришить бусинку. Можно бусинку приклеить. Я буду приклеивать золотые полубусины. И это я буду делать уже в самом конце. Вот такие цветочки у нас получились. Итак, что нам нужно для декора? Два листика, две шишки, полубусинки, один колокольчик и два бубинчика, две ниточки по 30 сантиметров, обычные вязальные ниточки, семь вот таких бубинцов и наши три цветочка. Итак, начнем наш декор. Мы возьмем один большой цветочек и один листик мы приклеим к нашему цветочку. Это лучше сделать заранее и оставим высыхать. И второй листик мы приклеим ко второму цветочку. И тоже оставляем, чтобы клей остыл. Итак, заранее определив, где наши будут цветочки, я их приложила, определила место и сейчас буду приклеивать. Приклеиваем опять же горячим клеем. С обратной стороны наносим клей и определяем ему место на шапке. Второй мы точно также приклеиваем. Стараемся, чтобы они немножко стыковались друг с другом. Хотя украшать каждый будет так, как считает нужным и как ему нравится. Так, теперь мы берем третий цветочек и приклеиваем чуть выше наших двух цветочков. Вот здесь на шапочке. После этого я буду приклеивать наши шишки. Эти шишки я покупала в магазине уже готовые, посыпанные такими блёсточками. Но вы можете их и сами посыпать, если у вас есть маленькие блёсточки или покрасить в белый цвет, это уже ваше желание, как у вас будет настроение, так и сделать. И вторую приклеиваем. Клей кладем на бочок шишки и бочком ее приклеиваем. Стараемся делать все аккуратно, чтобы клей нигде не выглядывал. Итак, основной декор приклеен. Теперь я хочу вот этими мягкими шариками, они продаются тоже в магазинах, проклеить там, где, я считаю, будут они уместны. Итак, вот такие у меня появились белые шарики. Вокруг шапки я решила приклеить. И осталось у нас пришить колокольчик. Итак, берем обычную ниточку и прокалываем кончик нашей шапочки. Берем колокольчик и опять прошиваем. И так несколько раз. Так, колокольчик готов. Теперь мы декорируем наши варежки. Берем нитки по 30 сантиметров, две ниточки. И завязываем вокруг ручки. Делаем узелок и один пупенчик. Протягиваем и завязываем бантик. Вот так у нас должно получиться. Так, практически гномик наш готов. Остались у нас полубусинки. Я буду их приклеивать вот таким клеем. Это клей для страз. Вообще уникальный клей. Он похож на клей ПВА по цвету и по консистенции, так скажем. Но более густой. Но при высыхании он оставляет прозрачные следы. Как бы становится невидимым и эластичным. Очень хорошо фиксирует любые стразы, бусины на любых тканях. Делаем такую большую капельку. И приклеиваем бусинку. Как вы видите, капелька должна быть очень толстенькая. Потому что у нас бусинка как бы сверху лежать должна. Если клей выступает, он при высыхании будет прозрачным. Так, бусины наши приклеены, колокольчик пришит, бубенцы тоже зафиксированы. Осталось только задекорировать наш красивый носик. Для этого я воспользуюсь водрой и кисточкой. И очень аккуратно пройдусь по нашему носику. И наш гномик готов. Сейчас я его покажу во всей красе. И так вот мы какие получились. Надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс. И еще последний штрих я, естественно, привела уже гномика в порядок. Расчесала ему бороду. И влаг для волос немножко им сбрызну гномика. Вернее, его бороду расчешу. И слегка ему придам такой эффект мокрых волос. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам, что досмотрели мое видео до конца. Мне очень приятно, если вы поставите лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новом видео. Всем пока!